А что в составе вина и пиво для собак и кошек? Оружие! А ради ошейников для домашних животных убивают диких животных. Сделали вы бы это или нет? Привет, я Энни Мэджик, и со мной это мои самые разные питомцы. Я немножко приболела, как вы можете слышать по голосу, и поэтому решила, что самое время для моей рубрики Pet Shopping, в которой я обозреваю разные зоотовары, а иногда делаю выпуски топ-5 безумных товаров для животных. Какие только безумия мы с вами не встречали, что мы только не пробовали и не тестировали. Но ваши просьбы опробовать какой-нибудь безумный товар продолжают поступать в комментарии, да и я продолжаю находить какие-нибудь странные штучки. Так что сегодня наш очередной топ. Подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые видео. И начнем. Очень многие в комментариях к прошлому выпуску, а, кстати, выпусков было уже много, и там самые разные товары. Если вам будет интересно, я оставлю тут подсказочки или ссылочки в описании к видео. Просили меня включить в обзор мыльные пузыри для собак и кошек. Они действительно существуют. Если вы не знали, вот у меня сейчас в руке мыльные пузыри для кошек. Мы их сейчас на нашей киске-алиске обязательно испробуем, но я думаю, что они не сильно отличаются от собачьих. В составе у нас написано мыльный раствор, то есть мыло. Понятное дело, что, скорее всего, кошка, когда будет играть с мыльными пузырями, она невольно будет их задевать. Может мыло попасть в глаза или в рот, ну ладно. Экстракт кошачьей мяты. Ну, понятно для чего, чтобы кошка им заинтересовалась. И полимерные материалы. Если я не ошибаюсь, то полимерные материалы, по сути, это та же пластмасса, пластик. Не будем вдаваться в подробности, но это что-то абсолютно ненатуральное и, я бы сказала, даже вредное для животных. Мы их, конечно же, испробуем. Я думаю, от одного раза никто не умрет, но я бы не рекомендовала вам тратить свои деньги, чтобы вредить, по сути, своему питомцу. Смотри, у меня тут есть для тебя мыльные пузыри. Я сейчас накапаю на себя, я так и знала. Алиска пока на них никак не реагирует, просто наблюдает за ними. Я думала, что она их будет ловить, а она пока не понимает, что происходит вообще. Ставьте лайк на видео, ребята, если хотите больше таких обзоров и еще более безумных товаров. Ой, самое интересное, что собаки в это время вообще игнорируют происходящее. Именно вот самим запахом этих пузырей Алиска заинтересована, потому что все-таки там не зря экстракт кошачьей мяты. Ой, смотри, какой большой пузырь. Сами пузыри, они ее не особо интересуют. Кстати, написано, что они для игр, поощрения и тренировок. Чтобы заставить Алиску играть, беситься и активизировать ее, нам достаточно обыкновенной игрушки кошачьей на палочке, на веревочке. Так что, возможно, это очередные извращения двуногих. А кошке нужно-то всего ничего, чтобы веселиться. Мы с Киской Алиской совсем забыли вам сказать, что сегодня на моем канале Animagic вышел клип Дани, героя Смешилкиных. Всем девочкам посвящается. Ссылочки будут там внизу, в описании. А мы продолжаем. А вы не забывайте писать внизу в комментариях свое мнение. И расставьте все товары, которые сегодня увидите, от 1 до 5 по безумности, как вам кажется. И можете предлагать какие-нибудь свои идеи, что нам еще проверить. Сейчас у меня в руках не шампунь, как вы могли подумать, или что-то подобное для собак и кошек, а самые настоящие духи. Да, вы не ослышались. Духи для собак. Doggy Fragrance. Strawberry Lemonade. Клубничный лимонад. Smells so good. Пахнет так вкусно. Сейчас мы проверим. Это нужно побрызгать на собаку после мытья, например, или просто так, чтобы типа не пахло собачатиной. Ммм, пахнет, правда, вкусно и, правда, клубникой, но не лимонадом. Состав, к сожалению, написан на английском. И этот вариант, вот эта фирма, это косметика именно премиум класса. Написано для стильных собак и кошек. Распылить на шерсть животного, избегать попадания в глаза и уши. Сделано в США. Я уже говорила как-то про духи для собак и кошек и объясняла, почему я товар этот считаю безумным. Потому что, мне кажется, это какое-то чрезмерное очеловечивание наших животных. Типа люди душатся, и кошечкам и собачкам тоже нужны духи. Побрызгаем мешаньку нашу духами. Но сейчас вдруг я поняла, что, возможно, этот товар не такой уж и безумный для тех, кто не может переносить запах... Ооо, как вкусно пахнет, реально очень вкусно пахнет запах животных, запах собак. Особенно собак, потому что кошки не так... Миша, давай, слазь. Так вот, собаки, действительно, я по своему опыту знаю, общаясь с большим количеством самых... Давай, Вась, самых разных собак в своей жизни могут попахивать собачатиной. Особенно, например, когда мокрые с прогулки заходят, или когда их только омоешь, они долго не мылись. Ну, в общем, для людей, которые прям вот совсем не переносят этого запаха шерсти, конечно, может быть, этот товар и не такой уж безумный. Я бы, по своему мнению, не стала бы никогда покупать что-то подобное для своих животных, а вы решайте сами, пишите свое мнение в комментариях, и мы переходим к, наверное, самому безумному товару за все время, которое я обнаружила в интернете для животных. Это вино для собак и кошек. Вот, например, на Амазоне можно купить собачье вино, шампанское, пиво или другой напиток всего за 10 долларов. Поите своих питомцев на здоровье. А также есть множество сайтов, где можно приобрести различные собачьи и кошачьи вина, коктейльчики и всякое подобное питье. Там есть как очень дешевые варианты, так и безумно дорогие, фирменные. И в моей голове лично, как я думаю, и в вашей возникал единственный вопрос. А что в составе вина и пиво для собак и кошек? И они что, реально алкогольные? Нет, слава богу, никто поить алкоголем собак и кошек еще не додумался. Алкоголя там нет. Да и в вине нет винограда. Состав подобных напитков чаще всего примерно такой. Какое-нибудь лососевое масло, рыбий жир, экстракт бекона, витамины и якобы органические стопроцентные натуральные ароматизаторы вкусовые добавки. Хмм. То есть, по сути, назвать это вином, пивом или другим алкогольным напитком нельзя. Это просто вкусная жидкая смесь для животных. А эти все названия и упаковки способ привлечь внимание тех самых хозяев, этих собачек и кошечек, которые, наверное, выпивают винцо по вечерам за ужином или пьют пивко, когда смотрят телевизор и думают, А почему я, значит, пью вино и пиво, а моя собака или кошка этого лишена этой радости? Закажу-ка я, куплю-ка я ей тоже бутылочку вина или бутылочку пива. Но, несмотря на то, что состав более-менее адекватный, не всегда, особенно у дешевых вариантов этих, он такой уж хороший. Например, совсем непонятно, что это за органические ароматизаторы и усилители вкуса, Что входит в состав Dog Treat Product, что переводится как продукты для собак? Или что за Healthy Treat? Какие витамины? Для чего? Я, конечно же, заказала бутылочку вина на вечерочек для своих питомцев, но оно не дошло еще и, может быть, даже к лучшему, потому что в любом случае этот товар я отношу к безумным. Несмотря на то, что он не такой уж и опасный в минимальных количествах, во-первых, он направлен опять на очеловечивание животных, то есть собаки и кошки как люди, они как и люди должны пить и вино, и пиво, а это не так. Второе, это то, что, опять же, это популяризация вот этой всей алкогольной тематики, что я считаю нехорошо популяризировать алкоголь. И, в-третьих, это то, что на самом деле этот товар абсолютно не нужен. Если ваша собака и кошка питаются правильно, и она получает все витамины и все, что ей нужно из пищи, то вот это вот все приколюшечки, добавочки какие-то, тем более вот в таком вот странном виде, с такой вот странной подачей, по мне, животному не нужны. А решать, конечно, вам. Напишите, купили бы вы вина своей собаке или кошке, или пивка, или проголосуйте в вопросике. Может быть, кто-нибудь задумывался об этом. Вот прям, ребят, если честно, очень устала я отращивать волосы, не знаю прям, что с ними делать, жарко, лезут в глаза. В общем, сделаю вот так. И мы переходим к следующему нашему товару. Это оружие. Но не вот такой вот пистолет, как вы могли подумать, возможно, для животных. Таких я еще пока не видела. А выглядит он вот так. И этот пистолетик мне прислали на канал Magic Pets, но я просто не могла потерять шанс и не использовать его в нашем обзоре. Я один раз показывала картинки и говорила, насколько это безумный товар. Но сегодня у нас есть шанс его на самом деле протестировать. Вот такие у нас есть лакомства, которые все очень любят. Платинум. Такие вот маленькие. Как раз они нам очень подходят. Эти лакомства нам нужно засыпать вот сюда, вот в эту вот дырочку специальную. Сейчас насыпем. Все, не влазят больше. Теперь мы эту дырочку закрываем вот таким вот прозрачным колпачком, так, чтобы лакомства там болтались. Этой кнопочкой мы будем стрелять. Здесь есть вот такая веревочка, чтобы, например, на джинсы повесить себе этот пистолет, когда вы пойдете на прогулку. А вот эта кнопочка нужна для того, чтобы мы опускаем, когда ее сюда выпадает вкусняшка. Иногда может сюда попасть и один, и два патрона. В общем, сейчас я отпускаю курок, и лакомства куда-то полетят. Я так понимаю, отсюда, поэтому держать нужно от себя, чтобы они в глаз не вылетели или наверх куда-нибудь. Что это было? Главное не отпустить курок, когда эта штука направлена наверх, особенно на вас, куда-нибудь в лицо, в глаз, потому что реально лакомство вылетает с такой силой, что может кому-нибудь что-нибудь пробить. Заряжаем. Попробуем еще раз сфонтанировать наверх вкусняшками, посмотрим. Так, Юми быстрее всех собирает. Попытка еще одна. Фонтанируем наверх. Вкусняшки разлетелись. Эйвен тоже пошел собирать, наконец-то сообразил. Я спустила зарядку и доверху заполнила сама ручками вот эту вот дырочку, в которой еда. И сейчас еще раз выстрелю. Юми там за шторой пытается отыскать вкусняшки. Так как мои собаки более воспитанные, они не приучены собирать с полу, и поэтому Софи, например, она ждет разрешения. У нее такой взгляд смешной. Юмичу самая у нас такая нагленькая. Она пыталась еще сама ловить, но сейчас тоже не стала. Я сказала, можно, и Эйвен пошел всех впервые. Софиша смотрит на эту вкусняшку, как на нечто опасное, и не решается ее взять. Я, говорит, рядом просто полежу, но брать не буду. Молодец, Софиша. С рук. Можно, молодец. Да, ты ее только что съела. Юми следит за последней оставшейся вкусняшкой. И тоже не решается ее взять. Потому что... А Эйвен там все подобрал, да? Здесь нужна какая-то грустная музыка. Ладно, молодец, Юмичу. Ты молодец. Ты молодец. Ты. С Эйвеном нам придется позаниматься. Нет. А кто тут насобирал, Ивася? Все вкусняшки тут с пола кто собрал, а? Эйвен, да? Ты? Ждет разрешение все-таки теперь. Молодец. Больше так не делай с полу, не подбирай, Вась. И все разбежались. Почему я считаю, что этот товар абсолютно безумный? Во-первых, потому что он выполнен в стиле оружия, что мне кажется уже как-то странно в связи с животными. Второе. Это во многих роликах показано, что стрелять нужно в сторону собаки, в ей в лицо, в пасть, чтобы она типа научилась ловить. Но сила вот этого выброса, этого лакомства, она настолько очень высокая, настолько оно сильно вылетает, что мне кажется, это небезопасно для вашей собаки, даже если она большая. Она может подавиться, или вы просто выбьете нафиг ей глаз, или попадете ей в нос. В общем, вы каким-то образом можете навредить своей кошке или собаке, если будете стрелять прямо в нее, потому что она вылетает с такой силой. Или человеку, который будет идти вокруг, и вы выстрелите случайно, и попадете ему куда-нибудь, это тоже. В общем, я считаю, что это небезопасно. А если же стрелять просто куда-либо, вверх, наверх, в сторону, чтобы собака якобы научилась бежать за этим и съедать это, то как бы получается, вы просто приучаете свою собаку подбирать с земли. И собака начнет поднимать с земли все съедобное, потому что она помнит, что это весело, интересно и, главное, вкусно. Без всяких там уже игрушек, потому что она просто приучена. И она в какой-то момент может поднять что-то отравленное или испортившееся. Поэтому я считаю, что эта игрушка абсолютно бесполезна и даже, я бы сказала, небезопасна. Все наверняка знают, что существует огромное количество человеческих украшений очень-очень-очень неимоверно дорогих. Я, честно скажу, я не вижу в этом всем никакого смысла, но это моя жизненная философия и позиция. Но есть кое-что другое. Ошейники с бриллиантами. И не только бриллиантами для любимых кошечек и собачек. Например, за 3,2 миллиона долларов. В переводе на рубли по примерному курсу на сегодняшний день это около 200 миллионов рублей. То есть один ошейник это примерно 10 квартир в Москве стоимостью по 10 миллионов. Это ожерелье для животных за 3,2 миллиона долларов выпустила американская компания I Love Dogs. И называется оно Амур Амур. Кожа крокодила 1657 бриллиантов 52 карата и 3 крупных бриллианта по 7 карат. Если денег на такой ошейник у вас нет, а питомца порадовать хочется, не расстраивайтесь, вы можете купить ошейник Амур де ла мэр. Сапфир 8,5 карат, 636 бриллиантов в платине и золоте. И это всего лишь 900 тысяч долларов. Около 60 миллионов рублей. 6 домов по 10 миллионов. Ну а если для вашей собачки или кошечки все это слишком, вы можете приобрести ошейнички чуть подешевле. Например, из кожи страуса с алмазами. Драгоценные камни добываются на нашей и так уставшей планете Земля, чтобы просто кого-то украсить. А ради ошейников для домашних животных убивают диких животных. Ужасная логика мира, в котором мы с вами живем. Если представьте, вы были бы, например, реально миллиардером, для которого 1000 долларов, 2, 3, 4, 5, а то и 900 тысяч долларов, как вот этот вот ошейник. И вы способны купить своей собачке или кошечке за такие деньги ошейник. Сделали вы бы это или нет? Мне реально интересно. Вот здесь вот будет опросик. Проголосуйте или напишите свое мнение в комментариях. Вот представьте, что вы такой же человек, у которого примерно вот эти деньги, это как ваши 50 рублей. Мое мнение в этом вопросе, я думаю, и так понятно. Я считаю, что люди-то безумны, если тратят такое большое количество денег себе на украшения, не говоря уж о животных. Потому что мне кажется, что если ты имеешь такое количество денег, ты можешь совершить столько всего крутого, стольким помочь животным и людям. И вообще, просто столько счастья в этот мир принести, чем какое-то кратковременное счастье надевания на себя вот этих бриллиантов, владениями, фоточка в инстаграм. Переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах. И увидимся скоро в новых видео. Голосуйте в вопросики, подписывайтесь на наш инстаграм, там все о нашей жизни. И ставьте лайк, если хотите еще безумные товары. И пишите свое мнение в комментариях. Сколько всего надо сделать? Все, пока!